А пока у нас война, русская оппозиция занимается баловством, своим любимым делом. Они строят козни друг против друга. Но то, что я услышал вчера, ребята, ну такого шедевра я не мог себе представить. Я сначала, когда прочитал это где-то, я не поверил своим глазам, что ФБК, фонд борьбы с коррупцией, тот самый, который создал Алексей Навальный, ныне покойный, обвинило, создало, вернее, извините, расследовательский фильм сняло, о том, как Леонид Невзлин, а это бывший совладелец ЮКОС вместе с Ходорковским, значит, заказал избиение Леонида Волкова, бывшего директора ФБК или действующего директора ФБК, что его избили молотком, должны были замотать в тряпочку и на лодке отправить из Риги в Россию и подарить его ФСБ. Тот же, значит, Невзлин еще заказывал, чтобы Навального переводили из тюрьмы в тюрьму, еще он заказал, чтобы жену какого-то историка напугали в Аргентине, не пугайте, и в Швейцарии, чтобы набросились на какого-то еще чела из ФБК, я забыл уже, Ивана Жданова, который там представлял макет камеры, в которой сидит Навальный. Я вот это все, когда начал слушать, у меня прямо было, я не знал, что делать. Правда, я не знал, что делать, как на все это реагируешь, что вообще, о чем идет речь-то сейчас. Вы это все серьезно? В смысле, Леонид Невзлин очень известный человек. Он уехал из России 20 лет назад, даже больше уже, наверное. Он живет в Израиле с тех пор, гражданин Израиля. Ну, Израиль известная личность. И он помогает Украине, прямо сильно, в отличие от ФБК, он-то помогает Украине реально, прямо по-настоящему. И вот теперь, значит, да, известно, что на членах ФБК были нападения, тоже факт. Ну, и все были уверены абсолютно в мире, все, кто вообще за этим следит, что ФСБшники нападают на ФБКшников. Ну, как бы, логично, да, все. Под борьбой с коррупцией проводят расследования, какие-то коррупции, ФБКшники, ФБР, ФБР, Господи, ФСБ на них нападает. Или же олигархи, не знаю, на которых они расследуют, на них нападают. Ну, окей, как говорится. Они говорят, нет, это все Невзлин замутил. Я сначала совершенно не собирался смотреть все это видео. Но чем дальше я слушал реакции людей, потому что, например, захватило интернет, захватило YouTube. Все, кому не лень, стали обсуждать, делал это Невзлин, не делал это Невзлин. Ходорковский выступил с заявлением, что, типа, в смысле, вы там меня как бы пытаетесь тоже приплести к какому-то делу, вообще что там, с дубу рухнули. Невзлин говорит, я вообще никого никогда никому не заказывал, ответьте вообще, со всей этой чушью. Хотите, вон, в полицию жалуйтесь, пускай она расследует. Но я не выдержал все-таки, ну, думаю, надо быть честным обозревателем. И я пошел и посмотрел этот фильм Марии Певчиха и этого Волкова. Фильм, разоблачающий. Я начну издалека. Мне вообще, как бы, уже давно дико, что есть какая-то группа россиян в Европе, которая занимается разоблачением коррупции в России. Ну, например, они разоблачили коррупцию Суровикина, что он украл кучу денег. И из-за этого Суровикина уволили и назначили более эффективного генерала, который лучше убивает нас с вами, лучше убивает украинцев, более эффективно разрушает энергоинфраструктуру, более эффективно сносит детские больницы ракетами. Тарш Суровикин-то часть воровал. Потом они разоблачили Тимура Иванова и гордились. Смотрите, когда арестовали Тимура Иванова, заместитель Шойгу, то фонд борьбы с коррупцией гордился этим, как своим достижением. Вот, смотрите, мы расследовали коррупцию Тимура Иванова, и он арестован. То есть, да, спасибо, спасибо фонд борьбы с коррупцией, нас теперь будут убивать более эффективно. То есть, теперь у нас уже будут украсть ракеты, а не будут производить ракеты. Вот, спасибо, хорошо, положите на комод. Поэтому я не пылал любовью никакой к деятельности фонда борьбы с коррупцией, считая абсолютно неуместной борьбу с коррупцией. Мало того, и главный спонсор Димин, Борис Димин, тоже выступил в интервью, сказал, я не буду их больше спонсировать, потому что не считаю, что сейчас надо бороться с коррупцией вот в этой Российской Федерации. Но сейчас, как говорится, они превзошли самих себя. Значит, я посмотрел этот, господи, прости, господи, расследование. Вот, меня сразу, меня это заранее как бы поражало, до того, как я посмотрел. Ну, хорошо, есть люди, занимаются расследованием в области коррупции. Значит, они разбираются, как расследовать коррупцию. Они на это как бы учились, наверное, у них какой-то опыт, их научил Навальный расследовать коррупцию. Логично? Логично. Потом вдруг, это было несколько месяцев назад, Мария Певчих снимает документальный фильм об истории 90-х годов. А она типа историк или кто? А почему она снимает документальный фильм по истории 90-х годов? Она же специалист по коррупции, а не по истории. Уже было странно. Но я подумал, ну ладно, это их российские игрища, пусть балуются, как говорится. Но теперь они проводят расследование того, кто напал на Леонида Волкова в Вильнюсе, кто побил его молотком. Только они, как бы, мне кажется, путают. Это криминальное расследование. Криминальными расследованиями занимается, вообще-то, полиция. И когда они расследуют коррупцию в России, находясь в Литве, то это логично, потому что кто другой будет расследовать коррупцию в России? Полиция Литвы не будет расследовать коррупцию в России. Полиция Швейцарии или Аргентины не будет расследовать коррупцию в России. Этим занимаются они, как общественники. Но если у вас есть уголовное дело в Литве, то есть на вашего человека напали с молотком, то, наверное, это уголовное дело расследует полиция Литвы. Когда на вашего человека напали в Швейцарии, полиция Швейцарии. Напали в Аргентине, полиция Аргентины. Это все не пророссийские страны, никоим образом. То есть, если это ФСБ, они выйдут на ФСБ. Если это Невден, они выйдут на Невден. Но вы-то почему решили, что вы следователи? В общем, этот фильм, который я посмотрел, я бы его назвал «Следствие ведут колобки». И вот почему. Я смотреть никому не рекомендую, потому что, божечки мои. Значит, на чем они основываются, эти ребята? Им написал на мейл человек. Причем мейл это просто на сайте. типа info.fbk.urk. Он написал, у меня там есть какие-то данные, бла-бла-бла-бла-бла. Они ему позвонили, и он им все это рассказал, все вот эти истории, что, дескать, вот вы думали, вас ФСБ тут, значит, мочит, а это все невзгодно. И в качестве доказательств привел скриншоты со своего телефона, прислал им. Им этого показалось мало. Они говорят, а может какие-нибудь разговоры есть? Он говорит, есть разговоры, записи аудиоразговоров, но, понимаете, я вам их не пришлю. Хотите, подъезжайте, давайте где-нибудь встретимся, я вам дам их послушать. И эти оболтусы поехали, полетели на самолете в Черногорию встречаться с этим типа как ФСБшником, который, может, и не ФСБшник, но чувак сказал, что он из ФСБ. Поехали встречаться в Черногорию. И, значит, он им дал послушать разговор невзгодно с исполнителем вот этого вот преступления. На телефоне дал послушать. И они это все записали тайно от него, вот там за столом как бы сидя, в кафе. И это все, это все их доказательства. То есть, внимание, они обвиняют невзгодно в том, что он, значит, убийца и кровавый там тиран и так далее. При этом их доказательства, ФБК, это присланные им на телефон скриншоты, переписок и аудиозапись, но не аудиозапись разговора невзгодно, нет, аудиозапись того, как какой-то мутный неизвестный человек в кафе в Черногории им на телефоне включил какую-то аудиозапись, и у них там играет музыка, стучат ложки, и это самое, и якобы нервно там с кем-то разговаривает. Это их доказательства. Вот они с этими доказательствами пойдут сейчас в литовскую полицию. Их там на смех поднимут. Ну, блин, ребята, вообще понимаете, что когда вы показываете, я работал в суде, Абрамович Березовский, да, там тоже предъявлялись аудиозаписи. Так вот аудиозапись отправлялись на экспертизу. Только для одной цели. Потому что доказать, что это того голосчека или того нельзя было. И в криминальном суде это бы не сработало. Это был коммерческий суд, не криминальный. То есть, где никому не грозило тюремное заключение. Так вот, экспертиза была в том, является ли эта запись действительно единой и непрерывной. То есть, это что-то записывали или это нарезочка. Как вы думаете, фонд борьбы с коррупцией сделал такую экспертизу? Нет. Почему? Потому что у них даже записи нет, им ее никто не дал, эту запись. То есть, эти, значит, короче, умные, блин, пинкертоны. Поехали, еще раз говорю. Им звонит какой-то мутный чел вообще. Неизвестный. Они как-то вычисли, как его зовут, потому что он признался, что меня зовут так-то. Они проверили в интернете, что это какой-то там решало-бандит. Непонятно вообще. Но это они так рассказывают. И говорят, у меня вот есть скриншоты. Присылают скриншоты, что якобы там Невзгин кого-то кому-то заказал. Хорошо. Значит, говорят, у меня есть аудиозапись. Повторяю, да? Они летят к нему в Черногорию. И дальше они все это снимают и говорят, мы когда увидели этого человека из ФСБ, мы сразу поняли, что он приехал один. Вы кто? К вам человек из ФСБ приехал. И вы сразу поняли, что он приехал один. Мы записывали, а он не знал, что мы под столом записывали. Они не... То есть сидит с ними, типа офицер ФСБ, дает им послушать запись и не догадывается, что они ее записывают. Правильно? Вы знаете, кроме всего прочего, когда я все это смотрел на Ютьюбе у них, там же реклама идет на Ютьюбе, и мне включилось, как будто они... Вот Ютьюб как будто подгадал специально. Включилась реклама искусственного интеллекта. Что хотите, при помощи искусственного интеллекта мы поможем вам сгенерить любые картинки, любое аудио. То есть в наше время, когда можно слепить любую картинку при помощи мимиджорни, там любые скриншоты тебе с варганем, при помощи других искусственных интеллектов, любые аудиозаписи, как настоящие. А у них, знаете, какое доказательство, у ФБК, что вот Невзгин тоже употребляет такие выражения. Ну вот те, которые... Не помню, какое выражение там. Что вот такое же выражение употребляет Невзгин. Вы когда эти пранкеры слышали, кто-таки пранкеры, они берут настоящую речь человека, нарезают на кусочки и собирают из него фейк. То есть это вообще детский сад. Сейчас любой школьник вам такое сделает. Значит, дальше. В этом же даже, кстати, в этой речи тоже забавно. В этой речи Невзгин, знаете, какие фразы говорит? О, отлично. То есть вот этот, который типа убийца, говорит ему фразу, а мы в Аргентине там замочим такого-то. Невзгин, ага, ага, да-да, окей, отлично. То есть он не говорит, ни Аргентина не убивает, ни оружия, ничего. То есть нарезанные кусочки из речей Невзгин. Вот. Дальше смешно. Дальше этот чувак, который на них вышел, вот этот Решалы, вообще пропадает. То есть они его предъявить тоже не могут. Он говорит, ну он у нас был, но потом пропал. Дальше нам не отвечает. И типа это у вас расследование? Какой-то чувак вам позвонил, рассказал все эти сказки бабушке Насте, потом исчез, и вы все это подаете всерьез в эфир? Вот знаете, что было бы с западным журналистом любым за такое? Любой журналист-расследователь на Западе за такое просто остался бы без работы, и его бы не взяла ни одна больше газета и ни одно издание. Просто никогда. У тебя должны быть доказательства. Записи настоящие, а не запись-запись. Понимаете? Должна быть запись, а не запись-запись-записи, сделанная в кафе под столом. Так не сработает. Это не сработает ни в полиции, ни в западных СМИ. То есть весь этот ФБК западным СМИ не стал, проводит расследование на уровне следствия, ведут колобки реально. И еще им, кстати, повезло, что у них денег не было. Вот я считаю. Потому что если бы у ФБК были деньги, им бы этот чел, ну этот мутный решал, продал бы еще эту запись тысяч за 300. А я думаю, кстати, вот если спросить сегодня у ФБК, сколько он просил за эту запись? 300, правда же? Скажите, честно? 300 штук просил. А вы пошли, небось, к спонсорам, пытались найти 300 штук, а вам не дали, поэтому чувак слился. Ну, блин, дети, ну дети вообще, какой детский сад, какой ужас, как стыдно, как стыдно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.